Космодром 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все-таки надо поздороваться, да? Как-то в начале видеоролика неприлично так работаю, работаю, работаю. И не только на ферме. Дом тоже сейчас хватает работы с переработкой. Но меня это радует. У меня даются сейчас две коровы полноценно, три уходят в запуск. До конца января они уйдут в запуск. Мне очень нравится снимать такие ролики про хозяйство, показывать вам своих животных, управу. Но меня расстраивает два момента. Каких, сейчас расскажу подробнее. Девушки, заходим. Заходим. Тихонечко. Не торопимся спокойно. Так, ты сюда, пожалуйста, на свое место. Не торопимся, не торопимся, не торопимся. Молодцы. Все на свои места, тихонечко. Девчонки у меня сегодня гуляли. Да, и те, которые только отселились, и которые в запуске, у нас там не скользко, слава богу. И подвигаться на свежем воздухе, на солнышке, очень полезно всем. Я тоже с удовольствием выхожу на улицу, работаю. Это вообще моя стихия, мой сарай, мой коровник. Люблю, невозможно даже чистить навоз. Так, сейчас мы вас пристегнем, чтобы вы никуда не убежали у меня. Да? Пристегнуть вас, а, зайки? Так. Так. Белая пустыня. Фух. Ну, какашечка лежит одиноко. Главное, что можно выпускать безбоязненно, что они там не подскользнутся, не упадут. Как в старые, былые времена, да, дорогие мои? Коровы, Оля, и задушевные разговоры. Надеюсь, мой микрофон меня не подведет. Ну, так вот, что же меня расстраивает? Ладно, давайте немножечко продолжим в другую сторону, чтобы сразу своих подписчиков не огорчать своими завыванием и нытьем. Ну, во-первых, я очень люблю снимать себя на хозяйстве, люблю снимать свою работу, люблю снимать переработку. Мне каждый день хватает контента для съемок. Каждый день. Так, мне каждый день выходят ролики, но, простите, не успеваю. Ночами больше уже не монтирую. Я, скажем так, завязала с таким экстремальным образом жизни. Больше стараюсь отдыхать, быть в ресурсе для своих детей, чтобы быть полноценной мамой, а не подобием. Вот. Но, тем не менее, как говорится, перехожу к главной части своего нытья. Эти ролики не заходят. Ну, вот не заходят. Вот, что хотите мне, пишите, говорите в комментариях. Я знаю, что те, кто меня смотрят и смотрят все, будут смотреть все и всегда. Но YouTube так работает, что добрые, хорошие ролики, особенно где хозяйство, где коровки, не ранжируют. Если помните, то я в течение лет 5, наверное, если не больше, да нет, не больше, наверное, лет 4 до развода, показывала только коров на своем канале и, конечно, рассказывала, как осеменить, как кормить, как растить. И вот этот весь контент вообще не заходил. У меня было очень мало подписчиков, мало просмотров и почти не было заработка на YouTube. Как только я развелась, стала показывать ролики о жизни многодетной мамы в деревне в одиночку, после развода, как я пережила абьюз, как выгнала тирана, родила еще одного ребенка, потом еще одного. Ну, в общем, эта тема, конечно, зашла. И просмотры увеличились. Не могу сказать, что я хайпую на этом. Нет, это моя жизнь такая, какая она есть. Если вы воспринимаете название ролика как личное оскорбление, ну, извините, отпишитесь. Это моя жизнь, она состоит из разных, так сказать, составляющих. Не только на ферме, не только дома, не только на YouTube, но, в общем, все это вместе такой интересный и порой зероопасный микс. Мне это все очень нравится, но я вижу ваши комментарии, где вы пишете, Оля, хотим побольше смотреть на животных, показываю животных. YouTube это не ранжирует, и с этим вы можете только одно сделать. Что мы можем с этим сделать? Чтобы YouTube начал ранжировать мои видеоролики. Во-первых, досматривать ролики до конца. Во-вторых, комментировать и ставить лайки. Не ленитесь, пожалуйста. Не надо вступать в дебаты с хейтерами. Это будет у вас портить настроение, отравлять вам жизнь, мысли, ощущения от ролика. Не вступайте. Вот честно, кому хочется, конечно, излить какой-то негатив, да, можно изливать под моими роликами этот негатив, ради бога. Но лучше все-таки написать какой-то позитивный, хороший комментарий, и добро к вам вернется. Пока я тут болтаю, у меня работу подваливают, точнее добавляют добрые коровы. У меня только один вопрос. Откуда столько у коров? Главное. Идят много. Так. Ну, пока вот так. Сейчас пока будут доиться, еще пока вот, еще уберемся начистое. Второй момент, который меня расстраивает, к сожалению, уже на протяжении многих лет. Как только Оля выходит на хозяйство, показывает, как работают, начинают меня засыпать комментариями, что это все неправда. Что Оля снимается для видеоролика, а всего лишь выйдя на хозяйство раз в год, эффектно почистив навоз, и все. Остальную работу делают некие рабочие, которых я, видимо, прячу у себя в подвале, ну, либо где-то на синяке, не знаю, ну, короче, где-то прячу. И поэтому, не знаю, поэтому мне верить нельзя, и все ролики интересные, особенно про хозяйство, потому что так работать женщина не может, особенно беременная. Я не спорю, беременным действительно такую работу работать не просто тяжело, а может быть даже в каком-то смысле и не надо. Но в моих реалиях, которых я себе создала сама, выбрав жизнь в деревню и родив столько детей, а другого варианта жизни, как говорится, не предоставляется. И да, мне периодически нужна помощь, поэтому я почти в каждом стриме, в каждом ролике говорю, что приезжайте ко мне работать. Приезжайте мне помогать по хозяйству и по дому. Вот сейчас я очень нуждаюсь в том, чтобы ко мне приехали рабочие силы, скажем так, что мужские, что женские. Поэтому, кто меня сейчас слышит и смотрит, пожалуйста, откликнитесь, напишите мне в телеграм-канале. Деревенский дневник очень многодетной мамы, я вам обязательно отвечу. Вот, приезжайте поработать, ну, конечно, поработать, а не пофилонить. И, как говорится, потусить здесь, потусить я могу и без вас. И это еще пока зима. Вот что будет летом, ну, что будет летом, все будет то же самое. Надо будет косить травку, пасти коров, коз кормить, электропастух поправлять, поросят растить, курочек выгуливать. В общем, всякого разного много. И я даже не знаю, что я больше люблю, зиму или лето, в плане содержания животины. С одной стороны, вроде бы зимой отдыхаешь, но отдых это очень относительный, потому что, когда у тебя начинают рожать 5 коров подряд, надо выкармливать телят, потом рожают еще 15 коз, их тоже надо раздоить, подоить, кого-то приучить к этой дойке. А у меня доильный станок, и это достаточно бывает проблематично, еще туда затащить эту козу надо. Вот, козлята многочисленных, которые надо кормить. Ну, в общем, много мороки. Плюс у нас в этом году, например, очень много снега. Мне даже в этом году пришлось пригласить ребят из Тамбова, которые профессионально вычищают снег, специально обученные этому мастерству, но стоит это прям кучеряво, это очень дорого. Поэтому, конечно, мне проще и лучше нанять работника, который будет здесь непосредственно с нами жить, и будет выполнять всю работу по хозяйству. Вот сейчас у меня таково нет, и мне приходится работать самой. То, что вы смотрите мои видеоролики и в это не верите, ну, это вопрос не ко мне. Я не могу убедить людей в том, точнее так, переубедить в том, во что они верят. Они хотят обманываться, они хотят видеть какую-то другую Олю. Возможно, они даже не смотрят мои ролики, а смотрят какие-то нарезки хейтеров, где я какая-то злобная, противная, гадкая, вот, и они со мной еще борются, они на меня постоянно кляузничают, постоянно жалуются во все органы, портят мне этим жизнь, очень сильно портят жизнь моим детям, потому что мама постоянно уезжает на суды, на заседания, ее вызывают по повесткам, полиция постоянно долбит и так далее, и так далее. Следственный комитет с меня не слезает, уголовный розыск, опека. Ладно, давайте не будем вас грустным, а то я сейчас расстроюсь и буду плакать. Да, можно было бы, конечно, отказаться от блогерства. И не мучить себя, не мучить своих родных вот этими постоянными проблемами, которые возникают из-за моей публичности. Мне даже в Уфас говорили, Ольга, все ваши проблемы из-за того, что вы публичный человек, все рассказываете, все показываете, свою жизнь. Да, я не могу с этим не согласиться, это правда. Все это, конечно, правда, но есть одно но. О, надеюсь, меня мои коровы не исхлещут хвостом. Вроде мух сейчас нет, но по привычке могут начать махать. Есть одно большое но. Дело в том, что когда я переезжала сюда в деревню, я не знала, как мы здесь будем жить. Вот честно, полная авантюра в полном смысле этого слова. Муж безработная. Я в декрете, 6 месяцев беременности с шестым ребенком. Нам от соцзащиты дают первую корову нашу. До сих пор помню, как ее зовут, ее, точнее, звали, ласточкой ее звали. Бабушка моего бывшего мужа дарит нам козу, к ней еще вторую покупаем. Потом этих коз нафиг и покупаем теленка, бычка. Вот так началось мое фермерское будущее, фермерское настоящее. Я не знаю, как, короче, так я начала реализовываться здесь в деревне, как будущий фермер. Многие ругают меня за это слово, говорят, какая ты нахрен фермер, 5 коров, ты о чем? Ну, мне нравится мечтать о большем, о расширении своей фермы, построить пристройку к этому сараю, завести больше коров джерсийской породы, вести линию хорошую, может быть, даже две, чтобы они не пересекались. То есть двух быков держать, коров побольше держать и заниматься, конечно, переработкой моего любимого молока джерсийских коров. Самое лучшее молоко, которое я вообще пила в жизни. Вкусное, сладкое, жирное. Мне очень нравится варить из него сыр и халуми, и качота. Вот я умею варить два сыра, но варю их очень хорошо. Собственно, мне бы хотелось, конечно же, расширяться, но я все время упираюсь в то, что у меня нет постоянства с помощниками. Ну, дай бог, дай бог все будет хорошо, приедут все-таки люди, помогут и помогут дома. Почему я дома? Тоже прошу, чтобы откликнулись женщины, которые готовы работать, убираться, стирать, гладить, готовить, помогать с переработкой, помогать с детьми. Потому что иначе я не смогу работать, если я не найму человека в дом. Потому что я еще раз напомню своим зрителям, я не обычная многодетная мама, я скорее многодетный папа. Так получилось в моей жизни, да, что мужья, бывшие кроме одного гражданского, надо подчеркнуть это обязательно, вот, собственно, не заботятся о пропитании, о содержании своих детей, не участвуют в их жизни вообще никак. А вот Александр, например, да, он полностью обеспечивает варю, это здорово, это классно. Спасибо ему огромное. Саша, ты лучший. Так вот, о чем это я? Я о блогерстве. Почему нельзя закруглить блогерство, да, чтобы жить начать спокойно? Неужели мне не хватит на содержание детей денег, которые я получу с хозяйства? Нет. Вот в этом весь и прикол, что я не получу нужного количества денег для содержания детей. Да, можно, конечно, стать малоимущей, подать на пособие, жить на пособие от государства и надеяться на государство. Ха-ха, сейчас меня засмеют и захейтят за эти слова, скажут, а так ты живешь на деньги своих подписчиков, да, и, соответственно, рожаешь детей только потому, что тебя подписчики содержат. А я вам скажу, мои дорогие, это неправда. Нет, ну это, конечно, правда, но не совсем правда, это частичная правда, потому что ни разу за всю историю своего блогерства Оля не просила на жизнь, на бедность, на хлеб, на обувь своим детям. Я всегда справлялась со всеми своими тратами на перепитание, канцелярию, лекарства, поездки, бензины, да много чего, коммунальных платежей, которые у меня просто сейчас конские какие-то цены, боже мой, что творится. Я справлялась с этим всегда сама. Да, мне периодически нужны донаты добровольные, которые люди хотят мне присылать на проекты, на постройки, пристройки, молочной кухни, холодильники, асфальты, зерно. Поэтому, то есть, конечно, обеспечение фирмы, это очень дорогостоящее. Когда мне люди начинают помогать, я могу развиваться, я могу приблизить свое будущее, которое я вижу очень классным, очень такое ритмичным, потому что мне нравится тем, чем я занимаюсь. Но, опять же, без блогерства, без вот этой работы, а, к сожалению, у нас в России мало кто считает блогерство работой, но это только могут говорить те люди, которые никогда не держали в руках камеру. Или, может быть, держали, но у них ничего не получилось, они не набрали даже 100 подписчиков, 100 тысяч, я имею в виду, и они бросили эту типа фигню, вообще ерунда какая-то, вообще зачем это надо. Кстати, у меня недавно приезжали мои подписчики, с которыми я разговаривала именно на эту тему, реализации в деревне, заработка в деревне, и, конечно же, затронули тему блогерства. Если интересно, пишите в комментариях и ставьте лайки. Погнали! Так, сено подъедаем, комбикорм хаваем. О, какие вымечки-то! Вот-вот разродятся мои девочки. То, что не доели, кидаю на подстилку, потому что боюсь, что, ну, там сыра все равно, как убирайся, не убирайся, все равно сыра, откос их много на маленькой площади, я их не выпускаю гулять. Опилки у меня заканчиваются, и если произойдут роды, то, соответственно, ну, надо, чтобы хоть какая-то подстилка была сухая. Поэтому неподъеденное сено. Ну, что-то они, может, еще и подъедят даже. Так. Главное, что все накормлены. Так, ну, нет, не все, конечно, еще бык, телки, поросята. Поросят сейчас маленьких стараюсь молочком побольше поить, сывороткой, чтобы росли хорошо. Привезли мы их месячными, они весили 6 килограмм всего. Через 10 дней буду колоть им глистогон и взвесим с тех пор, как они приехали, сколько они прибавят. Да, я понимаю, что специализированный корм всегда дает очень хороший прирост, ну, надо же знать, сколько. И это интересно. Ну, так вот, про разговор с ребятами-фермерами, которые занимаются КРС, крупнорогатый скот, быками, коров не держат. И мы разговаривали над темой того, что им приходится сдавать по очень димпинговой цене мясо. Их, конечно, это не устраивает, зарабатывают они мало. То есть очень много работы тяжелой, связанной с навозом, с кормлением. Сами заготавливают корма. То есть запасти корма – это очень тяжело. Да, это выгоднее, это более дешевый, как бы, корм получается на выходе. Но в себестоимость этого корма входит время, силы, здоровье этого человека. А ребята очень классные. Я говорю, приезжали здесь на днях, мы пообщались. И мне так было их как-то жалко, что ли, не знаю, правильно так сказать, говорить или нет. Но я сама с этого начинала. Я помню, как мы бились первые несколько лет еще без Ютуба. Я пыталась встать на ноги здесь, как-то раскрутиться. У нас была подарена нам очень старая машина «Волга». Одним нашим знакомым батюшкой из Москвы мы ее пригнали и обменяли на поросят. Итого у нас в первые два года без Ютуба, но сразу после переезда была одна корова, бычок и пять поросят. Из них один хряк был. Козочку мы продали, да, козочек продали. Остались курочки. Курочки я еще потом докупала, пробовала покупать водоплавающих, по чуть-чуть совсем. Пробовали мы заводить кроликов. В общем, что мы только не пробовали, что мы только не делали. По итогу сельское хозяйство, оно может быть и не убыточно, да, то есть, да, действительно, корова прокормит и себя, и хозяина, и на продажу еще останется, и теленку останется. Но денег, живых денег, которые вы можете пойти потратить в магазине, купив ребенку, например, обувь или, извините, туалетную бумагу, ну хорошо, можно газеткой подтираться. Давайте так, зубную пасту, ручки, тетрадки, портфели, лекарства, чай, кофе, там, я не знаю, а, кофе это роскошь, извините. Ну так вот, этих денег у вас просто не будет. Все, что вы получите с хозяйства, вы в хозяйство и вложите. При этом вы, конечно же, будете сыты, и ваши дети будут сыты. Так в чем же фишка, да, почему Оля блогер? Ну так вот, ребята реализовывают говядину, сдавая перекупом по очень дешевой цене. Я сказала, что хороший вариант делать тушенку и продавать в Москве. Ну, на этом мне сказали, что тебе хорошо, потому что ты блогер, и тебя смотрят люди, у тебя вся база в интернете, да, то есть тебя видят, тебя видят, тебе доверяют и знают, что у тебя вот поставка. Например, сейчас у меня в феврале поставка, об этом знают все, но кроме москвичей, потому что москвичи ушли в какую-то глухую спячку, и не хотят Оле заказывать парную свинину, копченое сало, соленое сало, ряженку, молоко, сыр, сыр халуми, яйца очень вкусные, очень крупные. Что у нас еще там? Творог, сметану, уже просто ассортимент огромный, прайс у меня находится в группе в телеграм-канале Олюшка. И если москвичи сейчас не проснутся и не начнут делать заказы, фиг, Оль поедет в Москву, потому что в Москву поездка обходится дорого. Но да ладно, заказывают у меня сейчас почты очень много, просто хотелось порадовать москвичей, как обычно. Так вот, вроде бы, как будто бы, да, все просто. Блогерство, и вот тебе, пожалуйста, уже клиентская база, есть реализация по нормальной цене. Но при этом блогерство, это я сейчас не про ребят, а вообще, в принципе, вот как воспринимать блогерство людьми. Блогерство как будто бы что-то такое, знаете, пришел и кто-то тебе подарил эту возможность, да, как будто бы, ну ты же блогер, тебе же проще. Вы не знаете, проще мне или нет на самом деле, потому что блогерам быть очень сложно. Это еще одна работа, причем официальная, за которую вы платите налоги, отчитываетесь и так далее, и так далее. Это куча-куча времени, а еще куча-куча нервов, спасибо хейтерам, вот, и всем неадекватам, которые портят жизнь, которые портят ее в реальной жизни, жизнь, там, то, что пишут в интернете, меня не колышет. Приходится с этим всем как-то справляться и психологически, и физически, а главное финансово, то есть утекают деньги из семьи на решение вот этих проблем, и судебные тяжбы, и разбирательства, и зарплаты юриста, все вот это вот, понимаете, благодаря хейтерам. Так бы всего этого не было, Оля уже, наверное, пристройку бы закончила. Так вот, блогерство это тоже мой кропотливый труд, да, для того, чтобы развиваться в деревне. Я хотела жить в деревне, я живу в деревне, я кормлю детей натуральными продуктами, кормлю еще человек сто, наверное, тоже натуральными продуктами. Это очень круто, я считаю, что это очень классная миссия, людям давать возможность питаться натуральными продуктами. Но почему-то во всей истории совершенно обесценивается труд блогера, да, то есть что мешает всем людям, которые хотят зарабатывать больше, становиться блогерами. Ведь блогерство это не только развлекательный контент, это познавательный контент, это контент, который продвигает, ну, можно сказать, такая самореклама, да, то есть продвигает твои товары, продвигает тебя. Люди начинают тебе доверять, видят, как ты содержишь животных, как ты их кормишь, чем ты их кормишь. Вы знаете, я никогда не скрываю свои корма, я всегда показываю, что я насыпаю в ведра, что я рассыпаю животным, вот, рассказываю о всех, даже добавках минерально-витаминных. Все-все-все, как говорится, у вас перед глазами. И эту продукцию едят мои дети, и я сама кушаю тоже. То есть это не содержится в хозяйстве только на продажу, как многие там пишут, неадекваты тоже, да, что Оля на самом деле покупает что-то в магазине, а это все на продажу идет. Да, Оля покупает в магазине курицу, йогурт, и сметану, и вообще колбасу, но это не значит, что мы не едим свою продукцию, просто иногда хочется чего-то магазинного, мы тоже живые люди. В общем, вывод, какой я сделала из всей своей жизни в деревне, что просто со скотиной, просто со скотиной, без какой-либо еще дополнительной работы, которая приносит в семью финансы, выжить тут очень трудно. Не могу сказать, что они реально, реально, но не мне, с таким количеством детей, с таким количеством забот, хлопот, одной, без мужчины, ну нет. Конечно, мне нужно быть блогером и продолжать радовать своих зрителей видеороликами, снимать для вас. Планирую снять обязательно завтра переработку, масштабную переработку молока на двух сыроварнях. Пожалуйста, не пропускайте мои видеоролики, ставьте лайки, комментарии, не забывайте, что они очень важны, нужны, а я вас люблю. Пойду на хозяйство, надо доить, кормить остальных. Я вас люблю, мои дорогие, но мне правда пора, и с камерой я это делаю гораздо дольше, потому что разговариваю, а если не разговаривать, то вообще не интересно, да? В общем, всем пока, до новых встреч, пишите в комментариях, что хотите увидеть, ну а мы встретимся с вами уже дома, в ролике с переработкой молока. Всех люблю, целую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok